МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Баку продолжает уничтожать населенные пункты и жилые кварталы в оккупированном Арцахе. Об этом сообщает офис омбудсмена по культурному наследию Армянского Нагоря, опубликовав видео с разрушением героического поселения Каринтак Шушинского района. Отмечается, это еще раз доказывает, что все культурное наследие Арцаха находится под угрозой. Деревня Каринтак расположена в Шушинском районе Арцаха, непосредственно у подножия южных вертикальных скарл города Шушин на левом берегу реки Каркар. Подчеркнем, после 44-дневной войны памятник самообороне Каринтака 1991-1994 годов был разрушен. В 2021 году диктатор Баку объявил об изменении историко-религиозной среды. 7 ноября того же года основал в деревне мечеть. И в советские годы, когда Баку делал все возможное для изменения этнической картины региона, тем не менее, в Каринтак проживало исключительно армянское население. Сенатор Эдвард Марки от американского штата Массачусет призвал Соединенные Штаты и Международное сообщество принять все возможные меры, в том числе с предстоящим в этом году выжидаем проведение международной конференции ООН по климату, чтобы обеспечить освобождение незаконно арестованных оливийских режимов, армянских заложников и пленных. Сенатор отметил, Баку регулярно применяет дипломатию заложников, подбивая незаконные аресты, использует военнопленных в качестве предмета торга, чтобы навязать свои требования в Восточной Армении. Это является явным нарушением международного права. Баку заявляет, что якобы хочет мира, но на самом деле то, что он делает, это безнаказанные действия, подчеркнул сенатор. Следовательно, именно по этой причине Конгресс должен заявить, нет Азербайджану, нет дипломатии заложников. Специалисты по охране памятников истории и культуры посетили памятник Утайской области. Специалисты обсудили необходимость формирования новой охранной зоны крепости раннего Железного века Красная крепость и организации въезда в крепость в программу реставрации памятника, посвященного жертвам Второй мировой войны в селе Зовуни, которая будет запущена по инициативе общины в 2024 году. У входа в крепость Быжни выбрано место, где начнутся работы по строительству информационного центра. Замок-крепость Быжни – одно из выдающихся сооружений средневекового крепостного строительства, расположен на правом берегу реки Радздан, на возвышенной мысе в восточной стороне деревни, окруженном неприступными скалами. Замок является результатом строительной деятельности в Ассако-Пахлавуни. Его сын Грикор Магистрос построил в Быжни главную церковь монастыря Сурб-Астфа-Цацин и Кичарис. Также специалисты посетили церковь Сурб-Астфа-Цацин села Быжни, аварийная стена которой была отремонтирована в 2023 году. На веб-сайте Национального фонда страхования военнослужащих будут опубликованы фотографии и личные истории более 4000 военнослужащих, погибших при защите Родины с 2008 года. Цель программы – увековечить память отдавших за всех нас свою жизнь за Родину. Биографии будут опубликованы на сайте в начале 2025 года. Рассматривается вариант публикации фотографий и биографий погибших военнослужащих в виде книги. Фонд запустил кампанию «Тыл здесь», цель которого – выразить благодарность всем гражданам, которые ежемесячно с зарплатой вносят свой обязательный внос, благодаря чему формируется значительная часть финансирования военнослужащего. Церкви Святого Германа в столице Уэльса хор и культурная Ассоциация Клингена впервые представили масштабный концерт-выставку к 155-летию со дня рождения Кумитаса. Музыканты и зрители посетили мемориал памяти жертв совершенного противоорганного геноцида в Кардиффе, возложили цветы, отдав дань уважения. Он был установлен в Саду Храма Мира в 2007 году. На выставке были представлены серебряные украшения ручной работы армянских ювелиров, изготовленные на территории Османской империи с XVIII по XIX век, уникальные произведения искусства. Особый интерес представляли рукописи, записи и книги Кумитаса. 12-летний Мисак Галджан, житель села Акум-Таллина, установил первый в этом году рекорд Гиннесса, выполняя упражнение «Большое вращение назад» – 52 вращения на турнике за одну минуту. Благодаря упорному труду в течение шести месяцев юный спортсмен Спок Агабага Надь, действующего рекордсмена книги рекордов Гиннесса Давида Фахрадзяна на 4 оборота. Давид Фахрадзян совершил 48 оборотов за минуту. Отметим, воспитанники Таллиннского дома культуры уже имеют 17 рекордов Гиннесса. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!